Стоим, ждём КамАЗ. Когда он мимо проедет, только потом пойдём. Вышел из дома и сразу оказался на оживлённой проезжей части. Осталось, может, покатиться. Я вижу, да. Не подходим, мы лист куда. Деревня Лохино в Одинцове. На улицах здесь нет тротуаров. Похожая ситуация в соседнем посёлке Неконорова. Ходить невозможно. У нас единственная остановка находится на Можайском шоссе, до которой невозможно пройти. Вы сами видите по этому потоку, как могут двигаться люди. Пожилые люди, мамы с колясками, лавируют между автомобилями. Каждый раз рискуем своей жизнью, жизнью своих детей. Дети наши, взрослые, ходят в школу тоже очень опасно. Подростки, да. Да, подростки. Машины летят. На прошлой неделе на улице Советской машина насмерть сбила 30-летнюю женщину. В этом месте она хотела перейти дорогу. Газель не успела затормозить. Её, естественно, шиба машина. Я тоже вот хожу утром. Это днём было? Это было днём. Дорога достаточно неровная, небольшая ямка. То есть он может завалиться, а могу удесять и я. По словам местных жителей, тротуаров в деревне никогда не было. Но и машин здесь обычно проезжало всего несколько десятков. Ситуация изменилась после строительства по соседству огромных жилых комплексов. Сколковский, Новая Трёхгорка и Кутузовский. Количество жителей увеличилось в сотни тысяч раз, в связи с чем, значит, все пытаются выехать по этой дороге. Ни с колясками не пройти, ни с суньками. А с утра этот трафик увеличивается в несколько раз. Посчитали только по одной советской улице. В сутки проезжает шесть тысяч автомобилей, легковых, автобусов. Здесь возят рабочих на стройплощадки. Проходит тяжёлая техника. Местные жители написали уже десятки жалоб в Одинцовскую администрацию. Но пока на дорогах даже лежачих полицейских не установили. А вот документ, который прислала наша уважаемая администрация. Ну то есть вот они отписали, что они сделать ничего не могут. То есть они написали, что сделать ничего не могут, но не объяснили почему? Вот я вам. Нет ничего. Надеются, что вмешается прокуратура и обяжет местные власти вообще запретить транзитному транспорту проезжать через деревню. Дмитрий Блиников, Тимур Алтынбаев, Павел Летников. Вести. Дмитрий Блиников, Тимур Алтынбаев.